Привет! Что делаете? Хотелки друг другу рассказываем. Ну, и у кого какие хотелки? Я, например, хочу антистресс. А я хочу кисель. Какие у вас желания? Похожие. А чем это они похожие? Вроде антистресс это антистресс. А кисель это кисель. А вы слышали об киселе антистрессе? Это что за чудо чудное? А как такое может быть? Может, может. Сейчас все покажу. Тебе кисель, а тебе антистресс. Нет, нет, нет. Ты все перепутал. Ничего я не перепутал. Сейчас приготовлю и вы сами решите, где антистресс, а где кисель. Уж я-то точно узнаю, где киселек. Итак, сначала в кипящую воду бросаем всякие там ягоды, клубнику, малину. И переколачиваем. Колотим хорошенько. А теперь берем крахмал и заливаем водой. О, это уже похоже на негетоновскую жидкость. Да, что-то есть такое общее. А теперь вливаем это в наши ягоды. И хорошенько перемешиваем. Даем закипеть и остыть. Вот и все. Киселек готов. Аппетитный и красивый. Сэ, какой он красивый. Какая мерзость. Не гунди, будешь кушать. Смотри-ка, как вкусненько и красивенько. А вот и антистряс киселек. Вот только я теперь не пойму, кушать или играть. Можно делать. И то, и другое одновременно. Но только я бы, конечно, лучше скушал. Что-то не очень аппетитно выглядит. Зато очень аппетитно кушается. Давайте, налетайте. Ха, я это есть не буду. Пигги, ты же знаешь, у меня разговор простой. Не умеешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Не надо заставлять. Я сама попробую. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А он что, ягодный? Да, ягодный. Еще никогда не ела ягодный антистресс. Ты вообще раньше антистресс не ела. А помнишь случай тот, ну, когда я еще покакать не могла? А, точно, ела-ела. Впервые о такой дуристике слышу. Пигги, ты чего? Ку-ку? Да так, нашло что-то. Степа, а ты? Я антистресс не кушал. Да я не об этом. Кисель, когда будешь кушать? Вот бы к этому кисельку еще чего-то. Еще антистрессов? Я думаю, Степа имеет в виду панкейки. Чего-чего? Какие каки? Это что еще такое? Не каки, а панкейки. Ну, блины, значит, по-нашему. А, блины с кисельком? Должно быть вкусно. Да-да-да, блины я и хотел. Сейчас вам забабахаю обалденные блины. Берем одно яичко, разбиваем, добавляем сахарку, хорошенько перемешиваем. Теперь добавляем стакан молока. И опять хорошенько перемешиваем. Не забываем о муке. Потом берем венчик и снова мешаем, мешаем, мешаем. Да, тут нужно много перемешивать. Вот и все, тесто готово. Теперь печем блины и не забываем их переворачивать, чтобы они не подгорели. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Я не успеваю считать, сколько много блинов. А вот и блинчики готовы. Приступайте к кушанью. Ммм, а пахнет как вкусно. Ну, тогда кушайте. Ха-ха, как весело. Вью, смотри как видит. Просто еще выше. Ха-ха, пью, пью, ууу. Я не понял, это что такое? Знаешь, из твоих блинчиков получились чудесные летающие тарелки. Как бы у меня сейчас не получились чудесные летающие свиньи. Не сомневаюсь, что эти блинчики уже и на потолке побывали. Не так ли? Не так ли, не так ли. Так, быстро кушать, а потом пойдем на улицу. А что там, что там на улице? Буду вас перевоспитывать. А может не надо на улице? Ну, это пускай ребята решат. Как считаете, перевоспитывать беги Степана на улице или дома? Пишите в комментариях. И да, не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Выбери следующее видео. Или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео. Или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Ну, ты так. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Пока.